Политтехнолог Борис Тизенгаузен присоединяется к нашему эфиру. Борис, рад приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Борис, вы как считаете, вышеупомянутый сериал это часть технологии Кремля по индоктринации населения? Или так просто получилось, что он вышел именно сейчас и пропагандирует насилие? Причем за государственные деньги. А вы знаете, он же на самом деле не сильно пропагандирует. То есть он абсолютно в обратную сторону сыграл не ту цель, которая ему предназначалась, показать, как было в 90-е, и потом пришел Путин, и все это обнулил. А он сыграл в обратную сторону. То есть вот сейчас этот сериал, по большому счету, смотрит куча молодых россиян. Они пытаются копировать. Вот ТикТок заполнен какими-то флешмобами из этого сериала. Ну, в общем, так случилось, что он сыграл не так, как хотелось бы технологам Кремля. И вообще, мне кажется, что они не ожидали такой популярности. А дело-то тут в том, что Кремль постоянно спонсировал фильмы, которые так или иначе вот на этой блатной, простите, романтике продвигали историю России альтернативной. То есть помните этот фильм «Брат», «Брат-2», «Бригада». Это же самый популярный бумер. Это самые популярные фильмы. Там бандиты предстают в образе каких-то, ну, не бандитов, которые должны сидеть в тюрьме, а бандитов, которым симпатизирует вся Россия. Потому что они очень четко понимают, что у них во власти, что у них, ну, грубо говоря, в мэрии какой-нибудь, в облсовете сидят ровно такие же люди из 90-х. «Пригожин» тот же самый. Секрет популярности «Пригожина» в том, что он же вот этот парень от Сахи, да, он отсидевший 9 лет персонаж, который кувалдами людям дробил ноги, головы. Вот и у него какая-то неслыханная была популярность. Бодров, фраза, которая, ну, дискредитирует и унижает жителей Северного Кавказа, она до сих пор крылатой является в кругах российских националистов. Поэтому случилось то, чего не ожидали российские пропагандистские круги. И теперь они пытаются как-то отыграть в обратную сторону. Оказалось, да, что вот певица, которая популярный трек сыграла, она на самом деле против войны. Что с этим делать, никто не понимает, потому что у них всегда была линейная коммуникация. То есть этот плохой, этот хороший государство сказало, певцов какой-нибудь Машков, Миронов, Дюжев вышли и сказали «Православие», «Россия», «С нами Бог» и так далее. Поэтому, как говорится, не случилось, не получилось, но ничего с этим они поделать не могут. Сериал этот набирает популярность. Я думаю, что в каких-то последующих сериях или сезонах они сознательно, умышленно, насильственно зашьют туда образы правильного правителя, православности, семьи и всего остального. Но они же фильм снимали про преступные группировки «Казани». А как туда это зашить? Вот сложно. Но ничего, в России и не с этим справлялись. Будут с ЛГБТ, возможно, бороться в следующих сезонах. Борис, а вот то, что пропаганда ошиблась с этим сериалом, говорит ли это о том, что они настолько оторваны от реальности, от того, что происходит вообще во внутри стороны? То есть они стали жертвой себя же, получается? Можно об этом говорить? Вот я бы не совсем согласился с этим, потому что, например, если мы возьмем Михалкова, это, конечно, мразь Никита Михалков. Но мразь талантливая. То есть все фильмы, которые он снимал, там «Сибирский цирюльник», да и фильмы, в которых он играл, он, в принципе, делал это очень неплохо. И когда-то эти фильмы действительно смотрели «Беспредание», ну, по пьесе «Беспреданница», «Служебный роман» и так далее. То есть когда-то эти фильмы действительно смотрели. Да, понятно, что сейчас на них крест полный поставлен. Да, понятно, что, в принципе, поставлен крест на российском кинематографе. Но, к сожалению, вот эти вот люди, они находятся десятилетиями у власти, пилят государственные деньги, потому что все-таки они попадают в глубинную вот эту, не знаю, душой не назвать, наверное, в глубинное сознание большинства российского планктона. То есть они прямо туда попадают, и они, в общем-то, неплохо на этом пилят деньги. Поэтому я бы не сказал, что они промахнулись. В скором времени, ну, взять того же шамана, этого певца, да, певца ртом, как говорят некоторые. Абсолютный косплейс какого-то нацистского пропагандиста. Кожаная куртка, красная повязка с белыми кругами, жмет там на кнопку ядерного оружия. Это очень заходит россиянам. Здесь нам нужно понимать с вами, что мы все-таки пытаемся как-то достучаться до их некой вот подсознательной матрицы, что все не так, все неправильно. А это делать абсолютно бесполезно. Я год пытался до них достучаться, а потом понял, что это люди, которые, вот как когда-то в нацистской Германии немцы, высококультурная нация со своими композиторами, художниками, вдруг решила, что можно сжигать целые народы в печах. И вот то же самое происходит с россиянами, только у них уровень культуры гораздо ниже. У них 70% лет Советского Союза выхолощивали, вымывали из их мозгов вообще базовые зерна ну хоть какого-то критического мышления. Поэтому когда золотозубые, простите, бабушки орут Путин, президент мира, уничтожить, ядерное оружие, по всем запустить, они это делают абсолютно искренне. И Путин в этом плане, он в большей степени переиграл самих россиян. Он поставил под контроль полностью средства массовой информации в первые два года своего управления. И дальше он россиянами управлял и управляет так, как считает нужным. И в этом есть феномен авторитарного общества, тоталитарного общества. Если завтра им скажут, идите и убейте своих соседей, они это сделают. И плюс, если какой-нибудь патриарх Терилл скажет, это угодно, богоугодно, православно, скрепно, они сделают это еще и с удовольствием. Да. Да, мягко говоря. Окей, но в каком направлении это двигается сейчас? Над чем сейчас работает кремлевская пропаганда? И насколько она активизировалась в преддверии так называемых выборов в Российской Федерации? Президентских выборов. Говорю сам себе, не верю. Вы знаете, нам, наверное, нужно обращать внимание больше не на сколько она, эта пропаганда активизировалась внутри России, а обращать внимание на то, насколько она активизировалась в Европейском Союзе, в том числе за океаном, например, в Соединенных Штатах. То есть там продвигаются тезисы, в которых я, наверное, в какой-то степени профессионал. То есть им все-таки удалось посеять вот эти зерна. Патовая ситуация, тупик на войне, значит, бесполезно помогать. Вместо этого мы должны противостоять и противопоставить этим тезисам историю про то, что Путин, который достигнет части своих целей в Украине, это не Путин победит Украину или Украина не победит Россию. Это будет Путин победит Запад. Путин победит Соединенные Штаты. Это гораздо более понятно и болезненно для рядовых избирателей, на которых ориентируются американские и европейские политики. То есть нам нужно менять вектор, выходить из истории патовой ситуации, нам не помогают, у нас есть враги там в Венгрии, в Словакии, где-то еще. Нам нужно выходить в историю. Наша коллективная работа по борьбе с Российской Федерацией не зашла в тупик. Есть моменты, есть нюансы, но мы продолжаем работать. Но я вижу сейчас по количеству статей, в том числе в американских, в европейских СМИ, что Россия эту тему очень серьезно оседлала и эту тему продвигает. Поэтому, как это, шлю сигналы в космос и в какое-то несуществующее министерство пропаганды. Кстати, я уверен, что нам крайне необходимо министерство правильной пропаганды сейчас. Так вот, я шлю туда сигналы, что нам нужно полностью пересмотреть вектор, в том числе и дипломатической, и информационной борьбы. Согласны. Борис, если уже вспоминать о зарубежных американских, в том числе и журналах, то журнал «Тайм» объявил шот-лист номинантов на премию «Человек года-2023». И среди кандидатов их шесть человек значится Владимир Путин. И, естественно, это как-то обескураживает. И ты, ну, типа, что? Как такое могло вообще произойти? Ну, «Человек года»? Серьезно? Античеловек года, это понятно, но «Человек года». Нет-нет, там, знаете как, там «Персона года». То есть «Персоной года» журнал «Тайм» может признать и «Барби», там тоже есть номинации. Это же не «Человек», правильно? То есть это может быть и «Мразь года», «Маньяк года». Это может быть, ну, просто «Персона», которая стала наиболее узнаваемой и цитируемой. То есть это может быть, если бы нашелся какой-нибудь «Маньяк» в европейской стране, который убил и раскрыли эти преступления сотни-сотни людей, он бы тоже мог попасть в этот шорт-лист. Поэтому это не «Хороший человек года», это не «Позитивный человек года», это просто «Персона», которая, ну, вызвала в людях какие-то эмоции. А эти эмоции могут быть «Позитивные», «Негативные», «Нейтральные» и там еще какие-то. Поэтому Путин, да, действительно туда попал. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что если бы он и вправду стал человеком года, персоной года, человеком его назвать нельзя, не знаю, там, субъектом года по версии журнала «Тайм», то внутри вы обязательно бы нашли статью, как минимум на разворот, почему он таковым стал. И там была бы и «Буча», и «Ирпей», и «Полномасштабное вторжение», и «Убийство», и «Геноцид», и все остальное. То есть это было бы еще одним напоминанием всему миру, что вот этот мразеныш сидит где-то и спокойно улыбается, пока в Европе и в США думают голосовать или не голосовать пакеты помощи Украине. Ну да, кстати, а пропаганда как может использовать, вот просто, грубо говоря, когда ты не читаешь дальше заголовках? Как это, в свою очередь, может ли использовать российская пропаганда, вот этот шот-лист, то, что он туда попал? Очень хорошо может использовать, и я вам приведу пример, даже не российской, а вот такой калькированной белорусской пропаганды, когда Лукашенко вот по щелчку пальцев недавно полетел в Пекин, сорвался просто, его вот туда выдернули. И я вам приведу пример, как в этом плане работает белорусская пропаганда. Они, значит, на официальном канале Лукашенко написали, что Лукашенко так хотели там видеть, и так его тепло принимали, что даже угостили драниками. Вот оно, значит, великий Си позвал к себе Лукашенко как равного. Хотя там внутри совершенно иное взаимоотношение. То есть так и будет. Российская пропаганда вам и нам, и россиянам расскажет, что Путин до сих пор является человеком года. Это признали европейцы. Вы же помните, как они обосновывали то, что Путина поддерживает большая часть мира. Они взяли население Индии и Китая, которые якобы нейтрально относятся к России, сложили их, получилась большая часть населения мира, и они сказали, большая часть мира поддерживает Путина во всех его начинаниях. А вообще в российской пропаганде логику искать не стоит. То есть есть 10 базовых пунктов, которые в свое время применял Геббельс, которые применяют российская пропаганда, многократное повторение, чудовищная ложь и так далее, которые в принципе через какое-то время человека с отсутствием критического мышления заставят поверить в то, что против них воюют сатанисты, иблисы, дьяволы, против них воюют боевые комары. Вы же помните все эти истории прекрасно? Россияне в это верили. На полном серьезе бабку на улице, бабку, просите меня за это слово, бабку, но их никак по-другому я назвать не могу, спрашивали, что нужно сделать с Украиной, завершать войну или нет. Она говорила, я, может, вам покажусь кровожадной, но Украину нужно уничтожить ядерным оружием. Вот вам все вот эти россияне. Поэтому никакого абсолютно сочувствия этой нации быть не может. Они сами виноваты в том, кого они выбрали и кого они поддерживают. Поэтому эта нация должна быть в первую очередь изолирована максимально, во вторую очередь дожата санкциями до уровня, в котором живет большинство россиян, дрова, грязь, туалет на улице, газа нет, воды нет. И в третью очередь они должны быть максимально сегментированы. То есть не должно быть огромной страны со 120-миллионным, тупорылым, простите, населением, которое по щелчку пальцев православного иерарха или царя своего идет и убивает людей из соседней страны.